Доброго дня! Вы смотрите наш городской канал «Самарагиз» и в эфире программа «Хочу домой». Это программа о бродячих животных, собаках и кошках, рожденных на улице. И не только. Мы говорим о проблеме бродячих животных, но и самое главное, мы говорим, как ее решить. Помогаем пристроить бездомных собак и кошек к новым владельцам. И, конечно, в каждой программе к нам в студию заходят гости, представители приютов, зоозащитники и официальные лица, которые по роду своей деятельности сталкиваются с решением данного наболевшего вопроса. Итак, гость в студии, начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства, экологии, администрации городского округа «Самары» Леонид Дюгаев. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Как вам сегодня удалось доехать? Нормально. Нормально, отлично. Леонид, много ли вы встречаете собак на улицах? И вообще, много ли вам приходится ездить или ходить пешком и встречать собак? Собаки в городе есть, это не секрет. В основном они сосредоточены и в промзонах, и в жилых районах, и в центральной части города. То есть заявки на АТО в животных поступают практически из всех районов города, вне зависимости от принадлежности данной территории и функциональной нагрузки. Вот у меня как раз в этой связи вопрос, каким образом ваш департамент сталкивается с бородячими животными, собаками и кошками? Ну, основным таким, основополагающим документом, который регулирует эти вопросы, является федеральный закон 498-й. Основные положения, касаемые именно животных без владельцев, как там называется, безнадзорные животные, они вступили в действие как раз с 1 января 2020 года. Основными такими постулатами, которые вот, новшествами, которые появились с 2020 года, это, конечно, разрешен возврат стерилизованных животных в городскую среду. После того, как они были, содержались в приюте, прошли карантин, им была сделана операция по стерилизации, обязательно вакцинация, обработка от паразитов. Животному вешается на ухо неснимаемая метка. В нашем городе это клипса желтого цвета. И животное должно возвращаться в городскую среду. Клипса только желтого цвета? Или я видел еще, по-моему, коричневого? Зеленый. Есть клипсы, это в зависимости от года, когда животное было поймано. Для того, чтобы их можно было идентифицировать и понимать, что это животное в 2020 году было отловлено, это в 2021. И полагаем, что в дальнейшем цветовая гамма будет разная, чтобы можно было знать год отлова животного. И, соответственно, второе такое важное нововведение – это то, что все животные должны содержаться только в приютах, которых отлавливают. То есть никакие другие пункты передержки и так далее не допускаются. А приюты должны иметь официальный статус? Или я взял площадь какой-то земли, построил там вольеры и, соответственно, объявил себя приютом? Нет, к сожалению, это будет не являться приютом, потому что в исполнении данного закона было принято несколько подзаконных нормативных актов на уровне Самарской области, в частности, два постановления правительства Самарской области. Одно касается организации самого отлова, то есть порядок отлова. И второе – это как раз порядок, касаемый организации и деятельности приютов. Приютам… Там достаточно строгие требования к их размещению, их функциональным зонам. Кроме того, в этом году, в феврале буквально были внесены изменения вот в это постановление, и они были дополнены еще более жесткими мерами, требованиями к этим приютам. В приютах обязательно должна быть зона карантина, куда помещаются животные. Обязательно должна быть зона, где животные содержатся после уже проведенной операции, то есть такая зона адаптации, хозяйственный блок, операционная. Если в приюте содержится больше 150 животных, то ветеринарный блок или ветеринарная клиника должна быть непосредственно находиться в самом приюте. Вот у меня вопрос, пока я не забыл его. Все ли приюты сейчас, которые находятся на территории городского округа или на территории Самарской области, они подходят под эти требования? Здесь я хочу еще отметить, что приют должен быть зарегистрирован в специальной информационной сети Меркурии или Цербир. Это есть специальная система, которые, лица, которые осуществляют деятельность с животными, должны быть зарегистрированы. И второй обязательственный пункт, приют должен иметь заключение ветеринарной службы о том, что он соответствует всем требованиям законодательства. Вот в настоящее время в границе городского органа города Самары два таких приюта. Это приют Добрые Люди в поселке Козелки и приют Хати. Вот по той информации, которая у нас есть, они имеют все необходимые вот эти документы. А флагман ВЕТ? Таких данных нет. Понятно. Количество собак на территории городского округа. Кто их считает, этих собак? Вообще, есть ли какая-то статистика по подсчету данных особей? Ну, безусловно, для того, чтобы вести работу по регулированию численности безнадзорных животных, необходимо вести какие-то данные по их мониторингу. Их необходимо постоянно отслеживать. Мониторинг проводится ежегодно. То есть, уже начиная с 2005 года у нас ведется, численность собак в настоящее время по сравнению с прошлым годом увеличилась. То есть, где-то порядка 8 тысяч особей сейчас. По сравнению с прошлым годом было где-то чуть больше 5 тысяч. Вот мне сейчас спрашивают. Это люди, которые ходят в год нотикам и считают всех собак? Есть определенная методика, она также утверждена. То есть, есть нормативный документ, который как бы устанавливает методику. То есть, она может быть нескольких видов. Это так называемый площадной метод, когда, допустим, берется определенная площадка в разных частях города с различным функциональным содержанием. То есть, там промзона, жилая зона и так далее. И производится там обход с определенным интервалом. И считаются все встреченные там животные, либо их следы, либо животные, которые попадают в зону видимости учетчика. И дальше, исходя из площади данной учетной площадки, это переносится на общую площадку теленопункта. Бывает линейный метод. То есть, когда учетчик идет по определенному маршруту, имеющий определенный километраж, и просто фиксирует животных, которые ему встречаются. То есть, оба метода имеют право быть. Ваш департамент конкретно чем занимается? То есть, какие есть у вас специалисты? Выезжают ли они на маршрут? Считают ли они собак? И принимают ли они заявки по отлову бродячих животных? Заявки принимает именно непосредственно наш департамент. В соответствии с полномочиями заявка может быть подана либо по телефону департамента в диспетчерскую службу, либо письменно, либо на сайте департамента можно оставить электронное обращение. Все поступившие обращения регистрируются в специальном журнале и выписывается заказ-наряд на отлов животных по конкретному адресу. Лицо, которое, или гражданин, который позвонил и оставил заявку, должен указать свои фамилии, имя, отчество, желательно контактный телефон в случае необходимости уточнения местонахождения животных, адрес, по которому надо произвести отлов, и дополнительную информацию о животных. То есть бывают случаи, например, что поступает заявка на ТОВ уже стерилизованных животных, например, имеющих клипсы, а в соответствии с законодательством их повтор на ТОВ сейчас пока не допускается. Как часто поступают такие заявки? И зачем отловливать животное, которое уже было отловлено и которому поставили клипсу? Вот как раз в связи с тем, что с 2020 года у нас реализуется программа так называемого отлов, стерилизация, возврат, ОСВ, животные, которые были отловлены, они возвращаются в городскую среду и тем самым пополняют то число животных, которые находятся в городе. И, соответственно, численность популяции возрастает в первые годы реализации. По опыту применения данного метода и в странах, скажем так, в зарубежных странах и в тех городах Российской Федерации, допустим, в Нижнем Новгороде, где эта методика уже с 2014 года введена, для того, чтобы численность начала снижаться, необходимо несколько лет. Как минимум не менее 5-6 лет для того, чтобы популяция сначала растет потом она стабилизируется, и дальше начинается снижение, поскольку стерилизованные животные потомства не приносят, и снижение идет по естественным причинам. Часто слышу, опять же, про Нижний Новгород, сейчас вы упомянули, часто слышу опыт Нижнего Новгорода, опыт Санкт-Петербурга, Нижний Новгород. Говорят, там очень хорошая ситуация сейчас в плане ограничения численности бродячих животных, собак конкретно, ну, по поводу кошки я не слышал. Вы в курсе, что там происходит? Да, у них... Чем так они смогли исправить ситуацию? Ну, если мы говорим про Нижний Новгород, то, как я уже сказал, у них этот метод уже реализуется 6 лет, то есть с 2014 года, и по тем данным, которые официально есть, у них численность сейчас пошла на спад. То есть у них также есть приюты, где содержатся животные, также соблюдаются все нормы, которые прописаны в законодательстве, то есть это обязательно 20-дневная передержка с возвратом. То есть просто очевидно, раньше были начаты эти работы, и, соответственно, во временном промежутке он дает уже определенный эффект. А вот успеваем ли мы в Самаре, ну, скажем так, побегать за какой-нибудь бродячей собакой, которая еще не стерилизована, но которая рожает щенков? Вы знаете, очень хороший вопрос. Да. Потому что, понимаете, мы иногда там взяли здесь собаку, здесь, 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 вроде бы все нормально, а здесь сразу появилась собака, а ее надо стерилизовать. АТОВ, он помимо заявок, соответственно, которые поступают, он еще производится и планово. То есть у той организации, которая выиграла аукцион, из которой заключен контракт на проведение этих работ, она составит определенный график, то есть отловы животных. Это называется плановый график. И в соответствии с ним отрабатывается определенная территория, район. То есть помимо тех животных, на которых непосредственно поступила заявка, могут отлавливаться эти животные, которые просто находятся на момент выезда экипажа. Но часто, конечно, сталкиваемся с определенными проблемами. То есть не все животные, в отношении которых поступила заявка, или которых видит ловец, являются юридически безнадзорными, потому что у многих есть и владельцы, но содержат их в свободном выгуле при этом... Ну таких, насколько я понимаю, не так много на самом деле. Вы знаете, бывает и достаточно часто. Здесь вот как раз речь идет о том, откуда же все-таки берутся безнадзорные животные. Ведь помимо рождаемости уже тех животных, которые находятся в популяции, есть еще процент животных, которые попадают туда в связи с тем, что владельцы, наигравшись с щенком или собакой, или у него есть собака, которая принесла нежелаемое потомство, просто этих щенков и собак выбрасывают на улицу, и они пополняют ряды этих безнадзорных животных, которые уже есть. Отлично. Ну, практически, да, вы ответили на мой вопрос. Замечательно. Совсем недавно, или нет, наверное, вот за последние два года у нас в Самаре появилось новое направление представления бродячих животных, именно конкретно собак и кошек. Это выставки, зоовыставка называется «Лучший друг». Были ли вы на такой выставке? Да, я был на этих выставках. Это очень, я считаю, полезно. Ваше короткое, короткое. Да, хорошее мероприятие. То есть оно и носит просветительский характер, с одной стороны, поскольку там и лекции проводятся, и есть возможность забрать животное, и вам расскажут, как за этим животным ухаживать, и другие рекомендации дадут. И плюс все животные там из приютов. То есть вы берете... Да, ну, а у меня есть как раз предложение сейчас к Леониде, к вам и к телезрителям. Давайте посмотрим наш небольшой репортаж, который мы сняли на территории выставочного павильона, где проходила вот такая выставка. Никого не удивлю крылатой фразой, знакомой нам с детства. Собака и кошка – друг человека. Думаю, не удивлю и информации о том, что в нашем городе большое количество бродячих собак и кошек. Однако, я думаю, что вы не знаете о том, что в нашем городе уже четвертый раз проходит выставка бродячих собак и кошек, где представлены приюты, которые готовы отдать в добрые руки собаку или кошку. Итак, это программа «Хочу домой». Большие, маленькие, мохнатые и не очень пугливые и смелые под одной крышей выставочного павильона собрали собаки и кошки. Однако, в этот раз жители города и гости губернской столицы не увидели суперпородистых представителей животного мира. Приводят сюда собаки, кошек неграфских, кровей. Все они без рода и племени. Хотя, кто знает, может, ранее и затесался ген овчарки, лабрадора или золотистого ретривера в какой-нибудь из дворняг. Кстати, называть дворнягами или беспородной новоиспеченным владельцам стало обидно и нереспектабельно, поэтому и взяли от людей новое название метис. А чтобы повысить статус, стали добавлять королевский метис. Около двухсот королевских метисов прибыли со своими временными владельцами на выставку, где собираются собаки только из приютов. Причем этот фестиваль уже знаком жителям города. Этот фестиваль проводится уже четвертый раз. Первый фестиваль провелся в 2019 году и получил феноменальный успех и любовь самарских жителей. Мы получаем поддержку и огромное количество заявок от всех самарских приютов. Они все любят участвовать в этом мероприятии, потому что оно дает действительно очень хорошие результаты и плоды. Главное достижение организаторов выставки – это, конечно, целевая аудитория. Приходят жители города не только ради праздного интереса. Вы кого-то присмотрели себе уже? Да, мы присмотрели. Вот этого котика. А почему именно этот понравился? А потому что он спокойный. У нас дома есть еще собака. Нам очень важно, чтобы животное было спокойное, уравновешенное. Собака-лабрадор тоже очень спокойный. Я думаю, они составят хорошую компанию друг к другу. В случайных зрителей здесь не так много, в основном приходят целенаправленно за конкретным животным собакой или кошкой, преследуя еще одну цель. Почему именно вот такую беспородную? Ну, потому что они более благодарны и вообще хочется помочь приюту, а не брать за бешеные деньги и помогать разводить каких-то больных породистых животных. Ну, кажется, это и доброе дело, и ребенку хорошо, и всем хорошо от этого. Уже какую-то кошку приглядели себе? Ну, вот тянется одна ласковая такая, трехцветная кошка. Смотрю, у ребенка контакт. Смотрим на ребенка и смотрим, как они взаимодействуют. Интерес к выставке такого формата проявляют не только рядовые граждане. Посмотреть, как обстоят дела, заходят и официальные лица. Это очень значимо для приютов, потому что они могут объединить свои усилия и показать людям, какую большую работу они проводят. И это очень значимо для наших детей, потому что люди, которые приходят сюда с детьми, они с маленького возраста учат ребят правильному обращению с животными, они учат их заботе, они учат их ответственности, ответственному отношению к животным. Поэтому в целом это очень важное социальное мероприятие, которое, знаете, ему все возрасты покорны, все люди. Многие собаки и кошки уже привыкли к таким выставкам. Вот и на этом взлете кого-то забрали в новый дом, кто-то еще дожидается своего нового хозяина. И кто знает, о чем они думают в эти часы и минуты, когда к ним подходит очередной человек. Наверное, они также хотят домой, как и люди. У меня вопрос по этому сюжету. Скажите, у меня было такое ощущение, что это такая некая альтернатива выставкам породистых собак. Такая некая новая индустрия, которая сейчас появляется на территории не только Самарской губернии, хотя я не знаю, как в других городах, но именно вот здесь вот, слушайте, ну там почти у каждого свой бокс, у каждого свой павильон, у каждого своя клетка и огромное количество вот этих самых беспородистых собак. Хотя, на мой взгляд, великолепно. Вот некоторые животные, я самому хотел взять домой к себе, но, к сожалению, не позволяют условия. Как вы считаете? Ну, здесь как раз основное-то отличие подобных мероприятий в том, что здесь направленность именно на безнадзорных животных, то есть стимулирование населения, все-таки граждан, брать животные именно из приюта. Ведь там лозунг этой выставки, один из лозунгов, «Не покупай, возьмись, приюта», насколько я знаю. А это не ударит по породистым собакам? Все-таки клубы кинологов, клубы собаководов, они уже действуют, у них есть определенные, скажем так, направления работы. Да, безнадзорные животные в основном занимаются приюты, зоозащитники, и большая проблема в том, что приюты, все-таки их вместимость ограничена. И животные, которые нельзя, допустим, выпустить в городскую среду, они всех выпускают, даже если оно стерилизовано. Животные, имеющие, допустим, немотивированную агрессию либо по каким-то другим причинам, они остаются в приюте. И здесь задача этих животных найти новых владельцев. Плюс есть щенки, которых тоже, соответственно, пока не подлежат стерилизации, и они должны находиться в приюте до какого-то времени. И как раз щенков, возможно, даже иногда удачнее найти для них владельцев, получается. У меня вот сейчас, опять же, такая мысль посетила, мою светлую голову. Смотрите, на этой неделе пытались внести законопроект или поправки к законопроекту по поводу регулирования численности бродячих животных в приютах. Ну, давайте так, скажем, эвтаназия. Ваше мнение? Да, есть информация о том, что такая законодательная инициатива была отклонена. Здесь все-таки, наверное, она была инициирована тем, что как раз причина заключается в том, что как раз недостаточное количество мест в приютах. Но, на мой взгляд, все-таки решаться эта проблема должна несколько иным, более гуманным методом. То есть это не решение. Слушайте, равно же это большое количество собак, их девать некуда. И потом, опять же, мы не говорим, допустим, об эвтаназии, или эти люди не говорят, об эвтаназии добрых собак. Говорят о злобных, агрессивных собаках, которые будут жить там до самого, до своего конца, до 10 лет. То есть вот есть два лагеря, одни за, это те люди, которые пострадали от укусов этих же бродячих животных, а другие те, которые не пострадали, и которым жалко этих животных, они говорят, нет, ни в коем случае, это не гуманно, это жестоко. Ну, здесь в первую очередь надо говорить действительно, как и правильно говорить, это касается сильной деятельности приютов. То есть если речь идет про то, что животные, которые находятся в приюте, агрессивные и должны находиться там пожизненно, занимают место той собаки, которая могла бы там поступить на время стерилизации, это как бы один вопрос. Все-таки таких животных, наверное, нужно как-то все-таки пристраивать новым владельцам, проводить с ними, возможно, работу зоопсихологов и волонтеров и так далее. И такие, кстати, есть примеры. То есть и агрессивные животные находят новых владельцев. Кстати, хочу добавить, что именно наша программа и старается в наших видеовизитках о собаках пристроить таких животных к новым владельцам. И здесь есть одна проблема, которую я прямо сейчас скажу кратко. Дело в том, что многие люди боятся брать взрослое животное из приюта, да и даже породистых иногда собак боятся брать, потому что есть такое расхожее мнение в обществе, что я лучше возьму собаку со щенка, со щенячьего, в 4-5 месяцев это будет моя собака. Но, как утверждают сейчас специалисты, кинологи, зоопсихологи, на самом деле не так страшно брать собаку, когда ей год и даже полтора. И вот об этом давайте посмотрим сейчас наш следующий сюжет. Где твоя собачья солька? Где она? Ах ты такая! Если бы Моника только умела говорить, то обязательно извинилась перед хозяйкой за поведение недостойной породистой собаки. Казалось бы, подобрать земли и съесть половину чужой булочки – мечта гурмана. Но хозяйка почему-то ругается. И Монику, и Буляню, кинолог Ирина Филиппова, два года назад взяла из приюта. Английские бульдоги быстро освоились. Много гуляют, хорошо питаются и делят друг с другом любимые дела. Собаки очень любвеобильные, очень добрые, очень отзывчивые, очень контактные. Вползли в душу большим толстым червячком, обе причем. По утверждению кинолога, взрослые собаки гораздо спокойнее и в равновешении щенков. За ними не нужно следить круглосуточно, и что немаловажно, приучать к туалету. Большинство из них раньше жили дома. Несомненный плюс еще в том, что размер, внешность, темперамент и особенности характера можно увидеть сразу. Наше участие в жизни этих собак более яркое, чем когда мы берем щенка. Щенок – это ребенок, которому нужно очень много внимания, ему нужно воспитание. И, к сожалению, так как мы все дружно работаем, мы этого не можем предоставить. Со взрослой собакой просто в разы все легче. Это из серии очень известной истории, когда продают маленьких поросят под предлогом мини-пиги, а вырастает большой хряк. Так же и с собакой могут сказать, ну, вырастет вот по колено, а вырастает алабай. Поэтому с большой собакой все понятно, это легче. То, что со взрослой собакой гораздо проще, Егор Кошарин понял на собственном примере. Умку он забрал у неродиевого хозяина, который держал собаку на цепи, практически не кормил и не занимался ей. Умка породистая и требовала особого ухода и внимания. Хозяин сказал, да, конечно, забирайте, был не сильно против, мы ее забрали, вот она уже два года живет. К новой обстановке собака привыкла быстро, период адаптации не затянулся и прошел хорошо. Собака уже изучила базовые команды и начала проявлять охранные качества. Всегда собакам так или иначе нужен какой-то период адаптации, чтобы они привыкли. Она зашла к нам в первый раз, шумазая, зашла, ко всем полезла целоваться, всех любит, всем уделяет внимание. Очень-очень добродушная собака, но впоследствии она начала уже отличать, кто свой, кто чужой. Сейчас Умка и хозяин с нетерпением ждут лета. Больше всего собака любит купаться в водоемах и играть на свежем воздухе. О своем решении забрать ее к себе Егор Кошарин ни разу не пожалел. Щенок это хорошо, говорит он, но только если вы готовы мириться с маленькими шалостями и подходить к воспитанию собаки со всей ответственностью. Точку зрения Егора разделяет и Татьяна Савицкая. Некоторое время назад она привезла Барби справа берега Волги. Собака была сильно истощена и напугана. Она была абсолютно дикая, поймали мы ее в автоматическую ловушку, потому что она как только человека вообще слышала и видела, она вообще убегала и пряталась, мы ее даже не видели. В общем-то она полностью социализировалась, уже два с половиной года живет у меня, в сентябре будет три года, как мы ее забрали. Обрела свой дом и малышка Рута. Правда, ей пришлось привыкать к представителям семейства кошачьих, проживающих у хозяйки Евгении Невицкой. Вначале хотели завести щенка, говорит Женя, но перед преданностью и ласковым взглядом малышки Руты не устояли и забрали из приюта домой. С щенком вы не знаете, какого размера он вырастет, не знаете, какой по характеру будет, какие у него будут склонности. А тут, проведя там некоторое время с собакой, несколько минут, 20-30 в день, уже можно понять, что из себя животное представляет. Тем более взять собаку из приюта можно бесплатно. Специалисты утверждают, что состояние ее здоровья будет даже лучше, чем у породистой. Во-первых, в большинстве случаев беспородные животные более выносливые, а во-вторых, в приюте они находятся под постоянным контролем ветеринаров. Итак, мы посмотрели этот сюжет. Я думаю, действительно, ничего страшного, что когда человек приходит в приют, и он смотрит на собаку, она добрая, она смотрит добрыми глазами на него и говорит, вози меня к себе домой. Ну, безусловно. Да. Следующий вопрос, наверное, все-таки, когда, как вы думаете, когда все-таки вот эта ситуация исправится, и численность собак в нашем городе, и в пригороде она пойдет на уменьшение? Ну, если мы, как я уже говорил, берем опыт, больше, я думаю, не менее пяти лет, потому что опыт показывает, что именно за этот период происходит именно снижение, потому что сначала мы должны выйти на плату, и дальше уже пойдет снижение. Если, опять же, не будет каких-то факторов, которые будут способствовать либо повышенной рождаемости тех, кто еще не стерилизован, либо какие-то поступления животных извне. А ведь, возможно, еще миграция, допустим, из сопредельных территорий. Большая, допустим, миграция идет животных в осенний период, когда заканчивается дачный сезон, и животные, которых там содержали на дачах, где-то в пионерских лагерях и так далее, возвращаются в городскую среду в поисках корма. И это тоже идет пополнение. И самое главное – это введение ответственного обращения владельцев со своими животными, потому что, опять же, ненужное потомство, ставшими уже ненужными питомцы выбрасываются на улицу и также пополняют ряды безнадзорности. Но так как наше время уже заканчивается, мы хотим сейчас предложить вам посмотреть видеовизитки, подготовленные нашей редакцией, видеовизитки о тех собаках, которые вы можете взять себе домой. Это собака без клички. Ориентировочный возраст 7-8 месяцев. Можно сказать, еще щенок, который легко поддается социализации. И по наблюдениям вожатых неплохо дрессируется. Во время рабочих контактов с вожатыми научилась нескольким командам. Нашли эту девочку раненой щенком. Все детство проходило в приюте. По характеру спокойная, ласковая, хорошо относится к детям. Эту собаку подобрали еще щенком на улице и привезли в приют добрые люди. Теперь она ждет своего хозяина. Порода точно неизвестна, хотя есть мнение специалиста. Псевдо называемый долматинец. Уши точно долматинцы. Спокойный, фрагматичный, то есть подойдет в любую семью. То есть очень аккуратный, людей очень любит, ласкается. Эту собаку назвали Алиса. Ей около двух лет. По характеру ласковая. Специалисты приюта Добрые Люди определили, что раньше она жила в доме. Даже после короткой прогулки тянется в помещение. Алиса очень ждет своего хозяина. Итак, наша программа завершается. Смотрите видео-визитки о собаках и кошках, которые предлагают приюты нашего города. Кстати, все собаки, вот в тех визитках, которые показывали, мы сейчас вам иметь хорошую устойчивую нервную систему. Они хорошо относятся к людям. И мы хотели бы, чтобы вы проявили свою доброту и взяли кого-нибудь к себе домой. А также хорошо и по-человечески относитесь к бродячему и брошенному животному. Всю информацию о наших эфирах и видеовизитках вы найдете в социальных сетях. Ну а мы прощаемся с вами и прощаемся с нашим гостем. В студии был Леонид Дюгаев. До свидания. Всего вам доброго.